Приветствую вас, друзья! Усаживайтесь поудобнее. Пора обратить внимание на нашу бразильскую колонию на далекой планете. Если бы вы были руководителем этой колонии, что бы вы поставили в приоритете? Производство, пищу или торговлю с соседними такими же колонистами, как вы? Мне кажется, что самым важным все-таки является на новой планете фактор производства и фактор торговли. Вот именно этими путями мы и постараемся пойти. Так, что у нас в Сидаделле? 9 ходов до нового горожанина. Надо взращивать количество этих горожан. Давайте попробуем поменять местами в пользу 8 ходов. Уже хорошо. Вернуться на карту. Не забываем, что у нас есть цель, когда мануэл вырастет, мы будем покупать клетки к титану. Кстати, можем пока что прокачать нашего морского пехотинца. А ну, дружище, нечего здесь стоять. Попробуй тут кого-то убить. Отлично, с одного удара. Красава, справился. Плюс 5 опыта получил. Так, ну мы продолжим. В общем-то, с прокачкой наших воинственных парней, наших морских пехотинцев мы разберемся. Кем мы можем из исследователей походить? Вот у нас есть исследователь, и он находится рядом с заброшенным поселением. Но для того, чтобы исследовать это поселение, потребуется больше ходов, чем есть в жизни у исследователя, чтобы пережить миазму на этой клетке. Так что, исследователи, наверное, отправим куда-то вперед, подальше отсюда. Что вы скажете? Сколько у тебя здоровья, дружище? Никаких разгромов-то о чем? 40 единиц здоровья. Можно было бы попробовать... Гнездо инопланетян разграбить. Давайте попробуем. В принципе, несложно это дело. Ну что, передаем ход дальше, в общем-то. Да, как я и говорил, мы ждем, когда Мануэл вырастет, и будем покупать клетки до Титана. Конечно, мы можем купить клетки к Титану здесь, и уже здесь построить шахту, которая увеличит производство в этом городе. Так что, это тоже такой нюанс интересный. Купить или построить? Купить или построить? Вот в чем вопрос. Но если мы не купим клетки до того, как вырастет этот город, начнем покупать тогда, когда он уже оформится, то мы рискуем испортить отношения с Маганом. Причем, испортить очень сильно. Так сказать, мягко сказано, испортить. Ладно, передаем ход дальше. В принципе, нам есть куда поспешить. Валера Белинский оставил очень интересный комментарий, который я зачитаю к этой серии. К предыдущей серии, точнее. Лучше всего сейчас возвести город на другом побережье. Но не там, где ты указал, а северный, где есть кучка ресурсов. Я думаю, что если возвести там город, то Бразилия будет развиваться быстрее. А вот с Африкой придется подождать. Так, наш исследователь, куда же ты стремишься, дружище? У тебя два модуля экспедиции, тебя надо посылать куда-то в далекие земли. Я даже знаю, куда. Но сначала я спущу тебя на воду. Заброшенное поселение. Давайте попробуем его на зубок. Одержать победу или отойти, восстановиться. Давайте отойдем, восстановимся, а потом посмотрим, можно ли что-то с этого дела поиметь. Встанем здесь. Я думаю, на следующем ходу они освободят для нас местечко. Ух ты! Еще один скелет инопланетянина. Задания обновлены. Планирование будущего. Теперь, когда у нас есть автоматизированная ремонтная мастерская, многие ремонтники лишатся работы. Нам нужно воспользоваться этим неожиданным притоком рабочей силы, чтобы решить. Нашим вооруженным силам всегда пригодятся специалисты техники на конвейере. С другой стороны, нам нужно оптимизировать орбитальную сеть. В любом случае, нам нужно немедленно сообщить о нашем решении ремонтников, чтобы они знали, куда идти на работу утром. Хорошо, и перед нами выбор. Плюс 5 к производству от ремонтных мастерских при создании боевых юнитов и плюс 1 к орбитальной зоне действия от ремонтных мастерских при создании боевых юнитов. А что выбираете вы? Интересно. Да, стой здесь пока что. Вырубил лес. Молодец. Теперь здесь 5 жителей. Хорошо. Я согласен, в принципе, с тем, как они расположены. И у меня есть парень, которым можно походить. К примеру, сюда давай, дружище. Исследователь. Так называемый. Ферма будет построена через 3 хода. Через 1 ход будет готов боевой планетоход. И у нас есть задание. Враждебный захват. Наша станция Хикимас, которая у нас есть в торговле, попросила уничтожить станцию Шеклтон. Это будет, наверное, первая битва по уничтожению станции. Ну да. И надо будет ее провести. Интересно будет посмотреть, каков будет результат. Так. Что это наш мануэл так медленно растет? Ну давай, дружище. Подрастай быстрее. Ай, а а нам нужно опередить. Ох, мы вызвали просто агрессию. И на себя в том числе. Дисциплина плюс 10 к боевой мощи. Ну, конечно, дисциплина. Может попробуем поднять уровень еще выше. Так. И торговый путь к мануэлу, конечно. Теперь мы уже можем проложить... А, мануэл у нас вырос. Замечательно. Вау! Я уже думал, я капсулы больше не встречу. Нет, таки встретил. Сколько? Пять ходов. Как раз хватит сил. На воду. Так, работюльчик ты мой. Куда тебя отправить? Построить здесь реактор? Чтобы больше было добычи. Давай, построй. Давайте попробуем перед тем, как пойдем на Шеклтон, прокачать наш планетоход. А что же в Сидаделе мы выберем? У нас есть много интересных вариантов. Либо мы таки покупаем клетку до Титана. Либо мы купим сначала торговый склад и уже сможем торговые пути проводить. Давайте купим торговый склад, а клетку до Титана уже как-то купить сможем. К примеру, реликвия Старой Земли, перерабатывающий комплекс производства и пища. Плюс один к производству от внутренних торговых путей. Понимаю, что минус 4 здоровья это плохо, но... Но, но, но... И культуру растить стоит. Но все-таки перерабатывающий комплекс производства это наше все. Мы быстрее потом создадим остальные постройки. Клеточный инкубатор тоже ведет к ускоренному производству. Так что выбираем его. А вот тут, тут мы стоим перед выбором. Нам бы подготовить парочку торговых конвоев для нового города. Чтобы отправлять их уже оттуда. Так что один торговый конвой мы по-любому создадим. Все. Гнездо инопланетян нам таки освободили. Давайте возьмем эти 25 единиц энергии. Они лишними не будут. 23 заход. Итого мы, наверное, даже можем купить какую-то клетку. Ух ты! А клетки дорогие. Сотенка. Не можем. Эти два хода как минимум придется ждать. Мы можем уйти отсюда. В Асфояси. Тут еще гнездо инопланетян может сходить туда сначала. Ну что, передаем ход. Через два хода закончится роботехника. Исследование технологии. Что позволит нам очень сильно продвинуться по выполнению наших заданий. Валера Белинский пишет еще кое-что. Вроде бы можно отжать город культурно во всех смыслах этого слова. То есть, если города стоят рядом, то город, у которого культура меньше, перейдет на ту сторону. Где культура выше. Но для этого нужно как минимум стать соперниками. Не врагами, а соперниками. Вот поэтому новорожденный город должен быть с упором на культуру. Конечно, если те клетки очень важны. Так, это наш пехотинец уничтожил трутня. Я только рад за него. Переправить доступно. Да, в Манайл. Там две ячейки доступны. И на следующем ходу мы сможем этим конвоем воспользоваться. Давай сюда. Планитоходик наш. До следующего уровня осталось совсем немного. Но я, пожалуй, позволю себе отойти в основной город и восстановиться. Пойдем ловить удачи. Так, конфиденциальная информация. Но все это, конечно, хорошо. Либо мы сейчас будем строить рейнджеров, чтобы уничтожить Шеклтон. Либо... А у нас и выбора нет. Да, надо строить рейнджеров. Рейнджеры. Можно, конечно, поселенца построить. Но у нас и так минус 4 здоровья. Не хочу особо рисковать. Да и вроде как никуда не спешу с этим делом. Роботы не жалуются, не сомневаются, не отдыхают. Многим стоит брать с них пример. Мы получили, я так понял, 80 очков науки. Просто супер. И теперь мы можем выбрать другие исследования. Роботехника у нас взята. А что если мы выберем обработку данных? Мне вот понравились вот эти вот вещи. Инфо-центр. Культура плюс 3. Штаб. Узел тактической сети. Антенная решетка. И мастерская мемов. Культура плюс 4. Культура плюс 25%. Здоровье плюс 2. Плюс 25. Культура города. Спутник. Ну и к тому же обработка данных нам нужна для того, чтобы выполнить очередное задание. Давайте, наверное, пойдем по этому пути. Можно, конечно, попробовать перехватить у противника еще одно чудо. К примеру, если мы пойдем, возьмем баллистику и выучим звездный кодекс. Хотя, нас попросят построить бюро разведки. Это вроде как тоже чудо. Просто двойное удовольствие. Мы получаем и возможность наш модуль экспедиции зарасходовать. Так, ферму. Строим ферму. Так, а что здесь? Походили. Айян пока еще не вырос. У нас будет время купить титан. К примеру. Вот это гнездышко инопланетян тоже можно будет разграбить. Все. Можем передавать ход дальше. 79-й ход. Плюс 30 к культуре. Плюс 23 к энергии. Плюс 11 к культуре. Плюс 30 к науке, точнее. И штраф. Мы получили 10% штраф к науке, к культуре. Из-за того, что здоровится, не здоровится нам. Так, варианский исследователь. Кавитанский, точнее. С масс-эффектом уже начинаю путать. Организовать экспедицию, конечно же. Таким путем пойдем. Самый близкий путь здесь лежит. Тут нам могут преградить путь. Стать некоторые личности. Так. Торговый конвой. Проложить путь к Сидадели, тем самым увеличить производство за ход. Ну, конечно же. Вперед. Рабочий, куда тебя отправим? Давай ты, наверное, будешь строить первую нашу фабрику. Вот где-то здесь. Хотя фабрика уменьшит здоровье тоже. Причем очень даже сильно. А ну, попробуем ударить этого парня. 26, 35 и 5 опыта. Ох, мы рискуем. Идти ли к скелету или идти к гнезду? Давайте к скелету подойдем. А гнездо уж как-то попробуем уловить нашими жучками. А и кстати, сколько там у нас прогресса? Три будет создана экспедиция через три хода. Все, передаем ход дальше. Восьмидесятый ход. Всегда очень тяжело выбирать технологию для изучения. Хочется... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Не стоило нам так рисковать. Но мы рискнули и потеряли один наш юнит. Теперь у нас остались рейнджеры. Дорогая Сидаделла, что же мы будем здесь нанимать? Автоматизированный завод. А Шеклтуне придется пока что забыть. Потеря, потерь. Сто двадцать девять. Надо покупать клетки. И пятьдесят пять. Не хватает немножко энергии, чтобы купить на следующем ходу. Давайте попробуем посмотреть. Может мы где-то можем вырыть эту энергию. Где-то поставить куда-то рабочего, который даст нам ее больше. Это сколько нам ее нужно? Сейчас мы получим двадцать. Это на две энергии. Буквально на две энергии больше, чтобы на следующем ходу купить эту клетку с титаном. Те же у нас варианты. И есть ли они вообще у нас? Ториевый реактор. Да, варианты всегда есть. Мы можем снять с производства. К примеру, отсюда. И поставить сюда. Ага, будет те же двадцать четыре. Не вариант. И все равно нам не хватит. А вот теперь хватит. Двадцать семь. И даже будет больше, чем нужно. Можем одного рабочего убрать. Четыре хода. Пять ходов. И все это для того, чтобы не испортить отношения. Ну ладно. В принципе, один ход. Можем так потерпеть. Кто у нас ждет приказа? Признавайся. Что тебе приказывать? Маленький островок с семью нефти нашли. Тут миазмы нет. Хорошо. Подойдем. Ой, даже не знаю, что теперь делать. Да стой тут. Ничего не делай. Посмотрим, будут ли тебя атаковать. Через два хода. А здесь... Ой, как я и говорил, нам перекрыли движение. Давайте, к примеру, сюда встанем. Ха-ха, парень. Вот так вот мы вырвались вперед. Все, передаем ход дальше. 81 ход. Еще как минимум четыре хода мы можем сделать. Жалко, конечно, планета ход, но не без неудач. Захотели повысить уровень, получили. А все потому, что очень важный фактор не учли, что двигаться нужно по одной, а не по две клеточки. Тут вот нас опять лишают возможности подойти к благу. Исцелились. Молодцы. Будем их тут уничтожать или не будем? Попробуем добраться до гнезда. Или обойти. Три хода до создания экспедиции здесь. И, по-моему, практически готово. Есть. В Сидаделле численность населения вырастет на один, потому что мы обнаружили выживших жителей. В заброшенном поселении беженцы с благодарностью согласились поселиться в Сидаделле. Супер. Плюс один житель, это всегда хорошо. Так, и что у нас? Кстати, гнезда инопланетян можно направляться в ту сторону. Эх! Чуть-чуть было и не успели бы. Давайте купим клеточку с титаном. Попрощаемся с ребятами. Наши пехотинцы восстанавливаются. Наши стрелки могут идти. Фабрика готова будет через 6 ходов. Через 2 хода. Хорошо. Ну что, передаем ход дальше, в принципе. Мы сделали все, что... Ой-ой-ой, здоровье уже минус 6. Минус 6 здоровья. Это плохой показатель. Как бы нам не урезали производство в городах на 10%. Но это будет, когда... Ага, минус 5. Есть. Положительное движение в этом направлении. И мы можем переправить, перенаправить торговый путь. Хикима. 4 культуры, 1 производство, 7 пищи. С Хикимой у нас будут хорошие отношения. Пусть торговые пути туда бегают. А вот с Шеклтоном мы через 9 ходов закончим торговлю. Я думаю, надо убрать ребят отсюда. Пусть стоят там, где хотят. Даже бы вот так вот сделал бы. Нам не так нужна энергия, как... Что тут тоже автоматизированную станцию построить? Да, чтобы производство везде было максимальным. В Мануэле доступна еще одна ячейка торгового пути. Но... Пожалуй... Хотя... Подождите. Три хода. Создадим потом в Сидаделле тогда торговый конвой для Мануэла. Через два хода. Хорошо. Я так понимаю, вы можете уйти отсюда. Даже я бы спустил вас на воду. Наконец-то подбираемся к гнезду. Может быть, дадут нам возможность это гнездо разграбить. Ага, вот у нас еще парень. Все. Прошел свой путь. Больше ходить не может. 82-й ход. Хорошо, что мы у наших конкурентов отнимаем возможность совершать экспедиции и собирать капсулы. Мы становимся сильнее. Они, соответственно, не добирают. 25 энергии. Очень даже неплохо. И еще один поселенец у нас. Замечательно. Значит, производство увеличится. Так, боевая мощь на максимуме. Пойдем искать следующих инопланетян. Кто тут возле нас бегает? Ребята. Не путайте грешное с праведным. Пойдем, наверное, обработаем клетку с резелином. Или вот тут неплохая клеточка для обработки. Через четыре хода. А здесь как результаты. В Сидаделье опять население растет на один. Здоровье, конечно, уменьшается. Но я рад каждому жителю. Теперь у нас в Сидаделье просто 11 поселенцев. Через три хода их будет 12. 11, точнее, не знаю даже, как их назвать. Помощники. Помощники. Да, правильно будет сказать помощники. Хорошо, ребята. Передаем ход дальше. Нет, не всеми мы походили. Ждем. Что нам предложит паназиатская коалиция? Пора бы к ним торговый путь отправлять. Вау, вау, вау. Еще одна капсулка и 15 культуры. Просто замечательно. Как я уже говорил, я и не верил, что подобные чудеса бывают. Построить ли еще одну фабрику? Или мы очень рискуем? Давайте, наверное, просто генератор построим здесь. На воду. Здесь мы уже ограбили всех. Больше тиранить этих ребят не будем. Свежие образцы. Новый квест. Уничтожение инопланетян. Нам нужно уничтожить 10 инопланетных юнитов. Наши специалисты спешат раскрыть тайны местной экосистемы. Особенно те, которые связаны с инопланетянами. Им нужны материалы для исследования. Нужны и развития. Итак, нас просят, нам обещают хорошо заплатить, если мы обеспечим поставки всего необходимого. Давайте позволим, наверное, это делать нашим существам инопланетным. Лояльным, точнее, наш, нам этим существам. Хорошо, понятно. 15 культуры это хорошо, но можно было бы и больше получить. Реликвия старой земли плюс 3 культуры даст и всего 2 хода займет. Либо автоматизированный завод и производство, производство, производство. Либо рабочий за 4 хода. Рабочий нам здесь нужен. Конечно, могли бы его купить. А сколько он, интересно, стоит? 270. Это через... Сколько десятков ходов мы его купим? Ну, не через десятков, но я думаю, ходов через 5-6 только сможем купить. Тогда что же мы выберем? Пожалуй, реликвию старой земли. Быстрее к новому уровню культуры приблизимся. Станем оккультуренными. И... Наш парень здесь. Здесь вроде все. Вот еще парень, которым можно походить. Нет, нельзя. А ты? Ладно. Последний 85-й ход совершим. И на этом серию будем заканчивать. Определенный прогресс у нас есть. Конечно, особо сильно науку и культуру мы не подняли. Да, и за каждый город у нас есть 7-процентный штраф. О! Выполнили задание твердый гражданин. Мы получили 60 единиц производства в городе Сидаделла. 13 превосходства. И, скорее всего, подняли уровень. По мере роста движения аугментации открываются все новые сферы применения биороботехники. Некоторые новые нейронные интерфейсы позволили носителям контролировать полчища машин. Тем самым, запустив индустриальный бум, невиданный с земных времен. Окей. Достигнут уровень 2 совершенства превосходства. Доступной модернизации юнитов. Хорошо, давайте модернизируем. Либо плюс 5 к оздоровлению, либо плюс 30 при обороне против дальнобойных юнитов. Давайте к обороне дадим бонус. Что-то мы уже к Шеклтону подобрались. Скоро будем их бить. Если будем дуэли проводить, то здесь мы выиграем. Так, а вы, друзья? Капсулку получили. Идем дальше. На воду, я думаю. Окей, задание мы выполнили. Превосходство у нас уже 2 уровня. На третьем уровне обычные магнитные дороги не требуют энергии на содержание. В Сидаделе, как всегда, можем выбрать новый проект. Когда там у нас торговля с Шеклтоном закончится? Через 6 ходов. Что же мы тогда выбираем? Тактический истребитель. Нет, он, увы, будет атаковать врага только в радиусе полета от своей базы. В небольшом. Либо придется создавать авианосец. К Шеклтону он не доберется. Поселенец 3 хода. Рабочий 1 ход. Канонир. Давайте канонира закажем. Еще один канонир нам пригодится. И где тут инопланетяне? Покажите мне их. Я готов их уничтожать. Давайте еще проверим. Тут мы сделали ход. Да, сделали. И этот парень тоже сделал ход. Сколько у тебя здоровья, дружище? 70. В принципе, ты можешь приступить к исследованию, если тут 5 ходов. Давай. Нам еще один воин не помешает в нашей дружной компании. И вот на такой ноте мы эту серию закончим. Минус 7 здоровья. Скоро будет доступен канонир. 11. Это, я так понимаю, самое большое число жителей. Тут 6. Тут 6. Тут 8. Столица. Тут вообще 5. 5. 5 лекер. И централ 6. 9 фриленд. Неплохо ребята обосновались. А что по счету? Мы на первом месте, но догоняет нас Хутама. Этот самый фриленд. По уровням совершенств мы пока на первом месте. 49 за население, 14 за города. 14, 49. Одинаково. 9, 29 меньше. 9, 24 меньше. 21 за территорию. 16 за территорию. 13 за территорию. 15 за территорию. Вообще 8 за территорию. За чудеса ни у кого ничего нет. То есть это мы не считаем. 40 и 40. Технологии направления. 36, 28. 44, 40. Паназиатская ассоциация нас перегоняет. 32, 32. 32, 40 не отстает. 32, 44 перегоняет по направлениям. 28, 28 и 28, 20. Кови-то отстает. Ладно, друзья. Если у вас есть какие-то полезные советы. Определенно делитесь ими со мной. А я пожелаю вам удачи. И возвращайтесь. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. И не забывайте, лайки очень могут помочь моему каналу. Удачи вам.